22 июня. День памяти и скорби. И, наверное, нет ни одной семьи в нашей стране, где бы родственник не воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Поэтому память об этом крайне важно передавать по наследству от дедов к внукам, от родителей к детям. В этот день в Торжке представители администрации города и района, депутаты, военнослужащие, участники ветеранских сообществ и патриотических движений почтили память павших воинов. Уважаемый новатор, день памяти и скорби – напоминание потомкам о ценности и хрупкости мирной жизни. Ровно 81 год назад началась трагическая история. Мы, юнормейцы отряда «Беркут», помним героизм солдат и офицеров, стоявших насмерть, защищая свою родину. Низкий поклон и сердечная благодарность всем тем, кто сражался за нашу родину. Эти подвиги нам обеспечили эту жизнь. 22 июня – это еще дата первого парада победы советских войск над фашистскими оккупантами. На состоявшемся митинге на мемориале аллеи памяти новаторам, погибшим в годы войны, приняло участие и молодое поколение – школьники, юнормейцы, студенты. Они возложили цветы к вечному огню. Важным смысловым событием стала презентация нового художественного фильма. Это стало возможным благодаря Ассоциации поддержки культурного развития и сохранения исторической памяти, традиции духа и компании «Торжокские золотошвеи». Сразу после митинга в городском Доме культуры состоялся показ патриотического художественного фильма «Внук» и встреча с его творческой группой. Я хочу вам представить Тимура Графуддинова, режиссера и главного героя. Благодаря тому, что «Торжок» является первым городом, в котором мы начинаем, стартуем, у нас все получится. Патриотическое воспитание этого города, оно всех очень удивило. И как бы здесь не учить больше, мы победили здесь и сейчас. Спасибо. Сюжет фильма адаптирован под молодежную культуру. Создатели произведения постарались найти те выразительные средства и тот художественный язык, который будет понятен современному поколению. Молодой тусовщик старается получать от жизни только удовольствие и развлечение. У него есть дед, которого он сильно любит. Но так случается, что ветеран увидел по телевизору латвийского фашиста, который агитирует за неонацизм. А он с ним лично воевал. И дед попадает в больницу. Что-то время не прошло. А как будто вчера. Узнав о причине, внук решает сделать точную ставку для этих двух уже немолодых людей. Удалось ли внуку то, что он задумал? И чем закончилась эта встреча, вы сможете узнать, посмотрев фильм, который выходит на экраны страны. Кстати, в зале при просмотре фильма было как военное поколение, так и совсем молодые ребята. Фильм произвел на них очень серьезное, неизгладимое впечатление. Этот фильм, мне кажется, войдет в топ-5 самых лучших фильмов, именно которые мы посмотрели с ребятами. Потому что он более современный, даже можно сказать, и подойдет даже для современного поколения, чем другие, мне кажется. В общем, несет в себе воспитательные моменты. Да, я снялась в фильме «Внук», чем очень горжусь. Когда мы узнали, что Тимур снял такой фильм, сразу вау, да, все однозначно, давайте показывать его в вторжке. Вообще, то есть премьера в связи здесь. Исторический город – это древний город. Другой город не сделал бы это лучше. Вот как раз традиция духа помогла нам в этом, за что мы очень благодарны. Пронизан патриотизмом, так же, как и золотой нитью прошиты изделия от золотошвеев и старшка, друзья. Это и традиции, это и символы, это и национальное достояние. Многое показано того, что действительно традиции наших дедов, наших родителей остаются в памяти нашей. До поколения будем доносить какие-то наши русские исконные ценности. Нужно какой-то доброте, милосердию, любви к людям, любви к родине, к людям всем родным. Вот, если наш фильм хотя бы где-то близко сможет приблизиться к чему-то, что можно назвать искусством, то мне будет очень приятно. А если достучиться до сердец и мир станет добрее, тогда, ну, наверное, я сделал то, что хотел. Фильму удалось прочной золотой патриотической нитью объединить поколения, что также входит в цели деятельности Ассоциации поддержки культурного развития и сохранения исторической памяти, традиции духа. Ассоциации поддержки культурного развития